Здравствуйте! Оптимизация индуктора, понижающего преобразователь на LT8612 с выходным напряжением 15 Вольт и током нагрузки 3,5 А. Перед вами результирующий график роста температуры корпуса микросхемы преобразователя. Все у нас получилось. Зачем же необходимо было оптимизировать величину и типоразмер индуктора? Ну, вы, например, все сделали, начали тестировать и поняли, что у вас перегревается ваш преобразователь. Но, чтобы не переделать печатную плату, у вас есть возможность поиграться индуктивностью. Возможность что-то изменить вытекает, например, из этой формулы. Эта формула издаташита на LT8612, ну или из теории. Как вы видите, пульсация токовой индуктивности обратно пропорциональна, линейно связанная обратно пропорционально с величиной индуктивности. Нужно увеличить индуктивность. Можете поиграться, например, в LT-PowerCut, подставляя различные значения индуктивности и увидеть, как снижается ток пульсации в индуктивности. Постоянный ток индуктивности, конечно, не будет снижаться, это ток нагрузки. Итак, первоначально был запроектирован индуктор от Pulse Electronics серии PA4340, 5,6 мкг с DCR, типовым значением 55 мОм. Это второй путь снижения перегрева нашего индуктора, уменьшение DCR индуктора, то есть увеличение толщины проводника, которым намотана обмотка индуктора. Я выбрал индуктор от Coilcraft серии HAL 8080, величина индуктивности 10 мкг, типовое значение DCR 23 мОм. Уже в два раза ниже. Ну и необходимо проверить, встанет ли на футпринт новый индуктор или нет. Это старый, а вот это слайд с новым индуктором. Все вполне встает, так как я оставил достаточные зазоры между проводниками и землями относительно корпуса индуктора. Перейдем от слов к делу. Так у нас три составляющие успеха. Первое, уменьшение DCR, второе, уменьшение пульсации тока индуктивности за счет увеличения самой индуктивности. Третье, уменьшение теплового сопротивления переход индуктора среда за счет увеличения его габаритов. Точка, в которой я мерил пирометром температуру индуктора, и точка, в которой я измерял термопарой и поверенным мультиметром температуру корпуса конвертера. Это соотношение размеров запроектированного индуктора, и тот, который я оставил в итоге. Большего размера это Coilcraft. Сам процесс измерения. Рост температуры, нагрузка 57 Вт, ток в нагрузке 3,85 А. Температура окружающей среды 33 градуса. В итоге был получен вот такой график температуры. Мы видим, что она практически, да не практически, а перестала расти. То есть эффект достигнут от наших действий. Спасибо вам за внимание. Творите. Увидимся на нашем канале. До свидания. Продолжение следует.